Что помогает вам почувствовать себя лучше после тяжелого дня? Озвучено при поддержке Aviasales. Момент, когда я вхожу в свою квартиру и закрываю за собой дверь. Крепкие и теплые объятия моего мужа. Моя ласковая кошка. Мурлыканье — это мгновенно успокаивающий звук. Долгий душ. Главное, чтобы это был долгий, горячий душ. В тяжелые дни ничто так не поднимает мне настроение, как хороший плейлист с ностальгическими песнями из моего детства. В этих знакомых мелодиях есть что-то, что навевает мне счастливые воспоминания и мгновенно меняет настроение. А еще я люблю гулять на природе. Удивительно, как пребывание на свежем воздухе помогает очистить мой разум. Может быть, я в этом плане немного поломан, но на меня такая музыка оказывает обратное действие. Она вызывает у меня меланхоличное чувство и навеивает мысли о более беззаботных временах. По правде, в моем случае это просто уютная обстановка. Снэки и интересный сериал. Знаете, иногда мне просто нужен такой вайб. Чудесная кружка горячего чая. Чай с мятой всегда поднимает мне настроение. Мне очень помогает время, проведенное с сыном. Просмотр видосов, на которых маленькие животные что-то делают. Мне кажутся они очень милыми, и мне становится легче от одного взгляда на этих зверушек, которые делают свои крошечные дела и чем-то занимаются. Разговор по телефону с бабушкой. Я 83 года, и она все еще активна. Но я с ужасом понимаю, что однажды ее уже не будет рядом. Я очень скучаю по беседам с бабушкой. Рекомендую тебе записать парочку ваших разговоров, чтобы у тебя где-нибудь остался ее голос. Я беру что-нибудь на вынос, обычно китайскую еду или таку, и еду на машине в красивое место. Я включаю свою любимую музыку или любую другую, подходящую мне по настроению. Даю себе 10-15 минут, чтобы выплакаться, еще 15-20, чтобы поесть, а потом и догулять. Солнце, природа и люди, которые выгуливают своих собак, обычно поднимают мне настроение. Сон. Не в моем случае. Мой мозг тупо пропускает неудачный день через фильтр, удаляет лица и вынуждает переигрывать волнующую меня проблему с безликими людьми. Причем не важно, что это. Межличностный конфликт, техническая проблема на работе, какой-то чел, подрезавший меня в пробке, или любая другая тема, которая залезает мне под кожу. Мой мозг не отпускает ее, когда я сплю. Проснувшись, я чувствую себя еще более истощенным. Иногда мне везет, и у меня получается решить техническую проблему на работе. Но обычно я просто чувствую неприятную тягу в животе, из-за какой-то фигни, которая произошла со мной в прошлом. Кофе или небольшая прогулка на свежем воздухе. Это мне помогает расслабиться и перестроить мысли. Мой задний двор примыкает к небольшому лесному массиву. С обеих сторон дома у нас есть соседи, но они никогда не выходят на улицу, и у нас нет заборов. Так что я буквально нахожусь наедине с лесом. В тяжелые дни я сижу на веранде, или лежу в гамаке моей жены с нашей собакой, и просто слушаю ветер и звуки животных. Это реально самое успокаивающее сочетание вещей, которые я когда-либо испытывал. Момент, когда я просто ложусь в постель и отгораживаюсь от остального мира. Я ложусь в постель и смотрю видосики с кошками. Клонозепам. В моем случае парокситин и хэви метал. Я просто пишу младшему брату какую-нибудь тупую шутку, и когда он пишет мне в ответ свою тупую шутку, все мои проблемы тут же развеиваются. Мои кошки. Ничто не сравнится с той большой дозой окситоцина, которую я от них получаю. Сто процентов. С тех пор, как у меня появились мои кошки, я чувствую такую любовь, какую никогда не испытывала раньше. Я люблю играть с ними, мы много обнимаемся, и ничто не приносит мне столько радости. Когда я смотрю на титьки моей жены. Я тоже чувствую себя лучше, когда смотрю на титьки твоей жены. Классные они, правда? Понимание того, что я, это не мои мысли или любой другой ложный конструкт, с которым меня ассоциирует мое эго. Острая еда, кофе или горячий шоколад, особенно ночью. Придя домой с работы, я переодеваюсь в свою самую мягкую удобную футболку и снимаю лифчик. Я не говорю, что это правильно, но алкоголь. Обнимашки с моим питомцем. После них я всегда чувствую себя лучше. Его безусловная любовь и забавные выходки мгновенно поднимают мне настроение в трудный день. Прогулки в парке среди деревьев, созерцание природы. Мой муж. Я знаю, это банально, но когда я прихожу домой, и он обнимает меня своими большими руками, я чувствую, что наконец-то могу вздохнуть и сбросить весь груз с плеч. У меня сильная тревожность, и я очень нервничаю в окружении общества. Возвращаясь домой и оказываясь вдали от чужих людей, проводя время с мужем, мой день становится намного лучше. Мой трехногий кот, который был со мной в течение самых трудных пяти лет моей жизни. Он буквально спас меня. Он бы не понял, если бы однажды не вернулся домой. А после развода и пандемии, когда вся моя жизнь катилась в ад, забота о нем была буквально единственной причиной, которая помогала мне жить дальше. Тренажерка. Да, когда я занимаюсь спортом, у меня так перехватывает дыхание, что я даже думать не могу о том, что меня парит. А после я выхожу из спортзала с зарядом эндорфинов и чувствую себя намного увереннее в себе. Спорт реально помогает. Холодное пиво. Почему этот ответ так низко? Любители пива часто подвергаются преследованиям за свои убеждения. Мои собаки поднимают мне настроение, просто потому, что они очень сильно радуются, когда меня видят. Приятно осознавать, что кто-то любит меня настолько, что бежит встречать, виляя хвостом и желая, чтобы я почесал их зад. Я устраиваю небольшой сеанс йоги у себя в кабинете, а мои кошки присоединяются к моему веселью. Теплая чашка чая и уютный плед всегда поднимают мне настроение в тяжелый день. Есть что-то невероятно успокаивающее в том, чтобы замедлиться и насладиться простым моментом умиротворения. Объятия. Не знаю почему, но объятия мне реально очень помогают. Мой день за секунду превращается из плохого в хороший. Очевидно, никто из вас не страдает депрессией. Хм, я думаю, тут просто нужно применять разные стандарты. Если у вас нет депрессии, то прогулявшись на улице, ваше настроение может смениться с этот день дерьмо в эй, жизнь может быть вполне неплохой. Если у вас депрессия, то прогулявшись на улице, ваше состояние может смениться с это буквально конец в ладно, черт возьми, думаю, что сегодня я не умру. Газировка имеет странную власть над моим организмом. Типа я даже обсуждал это со своим психиатром, когда мы разговаривали с ним о том, какие препараты я принимаю. Выдался дерьмовый день, бахаю ледяную банку доктора Пеппера, ух, кнопка перезагрузки, я снова человек. Большая чашка макарон с сыром, потому что углеводы и сыр могут пофиксить почти все. Смотрю видосы с реакцией на фильмы, сериалы на YouTube. Честно говоря, я даже не могу сказать, почему они меня так успокаивают. Музыка. А еще я начала чаще гулять по ночам после поздней смены. Это такая разрядка для тела и души. Пара слов от моей женщины. Честно говоря, на протяжении последних 23 лет мы присутствовали в жизни друг друга в том или ином качестве, и я до сих пор радуюсь каждому ее звонку. Ее голос делает мои классные дни еще лучше, а самые тяжелые выносимыми. Она такая классная. Здоровая еда. Я знаю, что это странно, но я говорю сейчас про какие-то реально вкусные штуки, вроде фасоли, свежих овощей, приготовленных с оливковым маслом и чесноком, йогуртовые соусы, например, огуречный или чесночный йогуртовый соус, запеченные вкусные кабачки, злаки и ароматы свежих трав, типа мяты или базилика. Здоровая пища, которая при этом сытная, каким-то образом заставляет меня чувствовать намного лучше. Тренировки по бразильскому джиу-джитсу. Честно говоря, даже не важно, надираю ли я кому-то задницу или ее надирают мне. После трения я всегда чувствую себя лучше, независимо от того, насколько плохим был мой день. Мне помогает встретиться с кем-то, выпить и просто весело поболтать. Маленькие взаимодействия с людьми помогают сделать жизнь выносимей. К сожалению, физическая нагрузка. Я говорю к сожалению, потому что после долгого хренового дня мне меньше всего хочется потеть или выплескивать энергию, но это работает в 100% случаев. Пробежка в парке или поездка на велосипеде. Физические упражнения повышают уровень эндорфинов и высвобождают дофамин, гормон счастья. Кроме того, физические упражнения насыщают мозг кислородом и вы лучше спите по ночам. Разговор с хорошей подругой. Желательно, чтобы я не говорил о том, каким ужасным выдался мой день. Приятная прогулка и бургер. Оказывается, это все, что мне нужно. Работа над каким-нибудь проектом хобби, когда я погружаюсь в него с головой и просто отпускаю свой день. А вот всякая рутинная работа для меня это важное занятие. Так что простая нарезка лука меня реально способна отвлечь. Придумывание или опробование нового рецепта уведет меня от ненужных мыслей. У меня есть и другие интересы, каждый из которых способен помочь мне, когда я чувствую сильный стресс. То, как мой кот Мерлин встречал меня у двери, когда я возвращался с работы. К сожалению, примерно год назад мне пришлось его отдать, потому что моя бывшая жена потребовала с меня еще больше алиментов. А я не мог оплачивать аренду своей квартиры и вынужден был переехать к родителям. А те категорически запретили мне брать Мерлина с собой. Сейчас он живет с моим лучшим другом и я вижу его раз в пару месяцев или около того. Друг говорит, что кот примерно день или два пытался меня отыскать, когда я уехал. Но когда я прихожу к нему в гости, он почти все время сидит у меня на коленях или на спинке дивана, вылизывая мне макушку. Конечно, до тех пор, пока ему не захочется есть, потому что тогда он идет на кухню и требует, чтобы его покормили. Как бы ужасно это ни звучало, но сигарета. Я знаю, как херово они вляют на мое здоровье и я не социальный курильщик. Курение, который 20 лет проработал в ресторанах и барах, курение это несколько минут отдыха от вселенной. Раньше я в течение 16-17 лет выкуривал больше пачки в день. Теперь это всего лишь одна или две сигареты в день. Одна, когда я мысленно готовлюсь к рабочему дню по дороге на работу. И одна по дороге домой, если у меня был дерьмовый день. Я смирился с тем, что скорее всего никогда не смогу полностью бросить курить, но горжусь тем, что уже несколько лет стабильно курю всего одну-две сиги в день. Хорошенько над чем-то посмеяться или просто посмотреть что-нибудь легкое. Всегда помогает. Нафиг эти глубокие мысли. Как-то раз у нас с подругой на работе выдался трудный день. У нас был коллега, с которым нам было очень тяжело. Я предложила ей выйти из офиса на обед. Мы пошли в китайскую кафешку, чтобы немного расслабиться. Мы уже подумывали не возвращаться на работу, как вдруг нам принесли печенье с предсказаниями. Я открыла свое, прочитала предсказание и посмотрела на нее. У нее было странное выражение лица. Оказалось, что она съела печенье вместе с предсказанием. Я хихикнула, а потом поняла, что к моему печенью приклеилось второе предсказание. Я сказала ей, чтобы она не переживала, ведь у меня было для нее запасное предсказание. В итоге мы смеялись всю дорогу до офиса. Этот момент веселья и радости именно то, что нам тогда было нужно. Большое спасибо за просмотр в комментариях под видео. Напишите, что помогает вам почувствовать себя лучше после тяжелого дня. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова